Здравствуйте! Некоторое время назад на моем канале уже было видео, как я стрелял из пистолета Desert Eagle. Завел! Опять! Но, как можно заметить, получилось не очень. Пистолет не перезаряжался. Но, я думаю, что это из-за того, что я слабо держал пистолет. Но, есть мнение, и оно подтверждается главным инструктором того стрелкового клуба, что дело в патронах. Дело в том, что в том тире нету заводских патронов. Патроны они перестаряжают сами, используя одни и те же гильзы десятки раз. Из-за этого гильзы чуть-чуть больше, чем должны быть, и пистолет сложнее их зарядить. Но, может, все-таки дело и в том, что я слабо держал пистолет тоже. Благодаря Одесскому областному стрелково-спортивному клубу мы сможем это проверить. Тут есть Desert Eagle, тут есть качественные заводские патроны. Правда, стоит заметить несколько вещей. Во-первых, Desert Eagle здесь имеет дульный тормоз. Несколько снижает отдачу. Во-вторых, эти патроны 44 Magnum, а тогда были 50-го калибра. 44 Magnum примерно на 30 слабее. Итого, отдача у этого пистолета меньше, чем у того, из которого я стрелял в прошлый раз, раза в полтора. Как же нам сравнить? Очень просто. В этот раз я буду держать пистолет не двумя руками, вот так, а всего одной рукой. Соответственно, если пистолет будет перезаряжаться здесь, когда я его держу одной рукой, можно сказать, что Desert Eagle перезаряжается при любом хвате. Если же не будет, что ж, действительно, 50-м калибром пистолет нужно держать очень и очень крепко. Проверим. Я думаю, для теста вполне хватит трех патронов. Ну что ж, попробуем. Перезарядился все три раза. Но... Да, пустой патронник, но он не стал на затворную задержку. Что это говорит? Это говорит, что когда ты слабо держишь Desert Eagle, затвор откатывается не до конца. С качественными патронами, даже неполного отката затвора достаточно для того, чтобы выбросить стрелянную гильзу и загнать новый патрон. Если же патроны низкокачественные, или если в пистолете много грязи, у нас возникает проблема. Не хватает энергии затвора, чтобы дослать новый патрон. Пожалуй, сейчас я сделаю еще более безумный эксперимент. Я попробую держать пистолет не просто одной рукой, а одной расслабленной рукой. Так, как будто это не просто спортивный пистолет, а Desert Eagle это спортивный пистолет, а малокалиберный спортивный пистолет. Посмотрим, будет ли он перезаряжаться тогда. Опять-таки, трех патронов для теста вполне достаточно. Так, вспоминаем классическую пулевой стрельбов. Перезарядился. Перезарядился. Даже стал на затворную задержку. Я вообще не напрягал запястье. Ну, как, тут 2 килограмма железа. Так что совсем не напрягать не получается. Но пистолет работает прекрасно. Что можно сказать? Здесь отличная автоматика. Здесь автоматика на основе газоотвода. В патроннике, где-то здесь, отверстие. Через него пороховые газы попадают в трубочку. И по этой трубочке идут сюда. Здесь находится поршень. Вот он. Сейчас видим, когда затворный рам отъехал назад. Он впереди. Когда он впереди, он впереди. Пороховые газы толкают этот поршень. И он толкает затворную раму назад. При этом ствол, пистолет, толкается вперед пороховыми газами. Поэтому затвор движется относительно ствола. В обычных пистолетах все происходит. В них пуля вылетает вперед. Отдача толкает затвор назад. А затвор через возвратную пружину толкает назад рамку. Если вы слабо держите пистолет, вы впереди назад весь целиком. Затвор не сдвинется относительно рамки. Здесь же не так. Здесь пороховые газы толкают ствол и рамку. Они соединены жестко. А затворную раму толкают назад. Пистолет перезаряжается, даже если вы держите его очень слабо. Но, конечно, не надо держать настолько слабо, что он прилетел к вам в лоб.